Приветствую вас, я, честно говоря, не очень понял, к чему вы упомянули в конце про Кавказ, то есть, как бы, ну, если вы сами оттуда, то при условии, что вы живёте сейчас, не там, в другом месте, я полагаю, что нужно и ориентироваться на то, где вы живёте, а не на то, где вы могли быть, потому что иначе это, ну, просто будет для вас означать постоянно, постоянные переживания, постоянную фрустрацию по этому поводу, ну, по поводу того, что вы вот именно там, где вы есть, а не там, где вы, например, могли бы быть. Ну, вот, и, соответственно, не совсем понятно, к чему вы это сказали, вот, то есть, ну, может быть, он, парень поступил и нехорошо, конечно, вот, но, тем не менее, он поступил так, как поступил, и я полагаю, что нужно расценивать его поведение именно исходя из, вот, того, что есть сейчас, а не исходя из того, чего бы вам хотелось. Это первое. Значит, это такая вот, знаете, своего рода иллюзия, своего рода мечта, да, то есть, вы живёте в мечтах и в иллюзиях, ну, как это видится мне сейчас, по крайней мере. Дальше. Вы говорите, что парень грубо поступает под влиянием своих друзей. Откуда такая уверенность в том, что он поступает плохо именно под влиянием друзей, а не потому, что он, например, этого хочет сам? Откуда ваша уверенность такая в том, что человек действует по наводке кого-то, а не по своим собственным желаниям? То есть, вы сейчас хотите сказать, что человек не несёт ответственности за себя. Хотите сказать, что человек не отвечает за свои действия. Вот. Вы хотите сказать, что он не самостоятельный. Но если он не самостоятельный, то нужно себя спросить, подходит ли вам такой человек. И если нет, то возникает вопрос, для чего вы с ним? Тогда, если он такой вот не самостоятельный. А это вот такой аспект. Дальше идём. Значит, ага. Вы говорите, что доверились этому человеку, потому что он был скромным и так далее, и так далее, и так далее. А после он перестал воскновенность, и, значит, перестал делать вам приятное, перестал как-то, значит, проявлять нежность по отношению к вам. Вот. И у меня, соответственно, исходя из этого вопрос. В самый первый раз, когда он перестал проявлять к вам нежность, почему вы позволили ему продолжать к вам так относиться? Вы говорите, начал включать крутой режим, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ведь вы же позволили ему это? Зачем-то? Почему-то? Значит, вас что-то удерживало? Значит, вы хотели чего-то? Вам было нужно что-то от него, правильно? Ну, скорее всего. И вот здесь возникает вопрос. Если бы вы сразу, изначально, как только это проявилось, мужчину, скажем так, осадили бы, ну, может быть он себя так бы и не вел. А поскольку вы это терпели и продолжали ему позволять так себя вести, то, естественно, человек все больше и больше чувствовал свободу. И не чувствовал никаких классических личных границ. Кроме того, вполне может быть, что ваше поведение было таковым, что мужчина подумал о том, что вы его, что он вас завоевал и что делать больше ничего не нужно. Например. И если это действительно так, если он действительно подумал, что завоевал вас и что делать больше ничего не нужно, то это ваша ответственность за то, что произошло, а не его, как бы вам неприятно это не было, как бы вам дискомфортно от этого не было, понимаете? Вот. Поэтому, я полагаю, что здесь нужно смотреть именно на то, как вы выстраивали свое поведение с ним. Ну, с мужчин, я имею ввиду. Вот. Далее. Далее. А значит, так. Угу. Так. Э-э-э. Дальше вы пишите, что я помню, как он мне стеснялся, а потом я узнал случайно, что он сюда перестал до знакомства. Вот. Ха-ха. И вот в один день он грубо со мной рыдается и говорит, что со мной даже не встречался, а просто спал. А зачем он это делал? А зачем он это делал? Для чего он это делал, да? Э-э-э-э. Значит, смотрите. Смотрите. А момент как какой? Для чего делал мужчина то или иное, знает, к сожалению, только он. То есть, мы, мы, э-э-э, вряд не можем сказать вам, э-э-э-э, ну, досконально, почему он это делал. Вряд ли мы можем донести, э-э-э-э, до вас, почему он это делал. Потому что я уверен, что он сам этого, этого, скорее всего, не знает. Вот. Ну, мужчина, я имею ввиду. Вот. Скорее всего, он об этом сам не в курсе. Но, тем не менее, э-э-э, вне зависимости от того, в курсе он или нет, вам нужно разобраться с собой. То есть, со своей реакцией, со своим поведением. То есть, грубо говоря, если вы считаете, что человек вас как-то чем-то задел и так далее, да? То это ваша ответственность, а не его. Это конструктивная модель отношения. Именно, опять же, к, э-э-э, ну, к человеку. Именно к человеку. А не к э-э-э-э-э-э-э-э... И вопрос заключается в том, насколько вы сами можете здраво оценивать то, что происходит, не обвиняя при этом кого-либо, не обвиняя, например, его, ну, допустим, в том, что произошло. Дальше идем. Значит, он мог это сделать по совершенно разным причинам, причины, правда, могут быть самыми разными, начиная от желания вас принизить, да, и заканчивая своей какой-то неуверенностью в себе, ну, и так далее, и так далее, да. То есть вариантов здесь на самом деле очень много. И либо вы для себя это понимаете, осознаете, чувствуете, либо нет. То есть здесь вариантов на самом деле немного. То есть вы либо, вы либо принимаете поведение человека, да, либо вы благодарите его за опыт, который он вам дал. То есть, ну, вы провели себе время, вы были счастливы и все было хорошо. Какое-то время потом вы расстались, но он не ваш человек. Такой бывает. Вот. К этому нужно относиться, ну, постараться относиться проще именно. Тогда я понимаю, есть блоки, которые не позволяют это делать. Я понимаю, что есть блоки, которые мешают вам, ну, чувствовать себя проще здесь. Я понимаю. Но, тем не менее, суть это не меняет. Абсолютно. Снимайте. Вот. Дальше. Идем. Так. Значит. Зачем делать мне больно, когда он знает, что в моей жизни он был первым? Ну, а то, что он был в вашей жизни первым, это ваш выбор. Это выбор, скажем так, не его. Да? Это ваш выбор. То есть, вы, вы, позволили ему стать первым. И мужчина, он, в принципе, можно сказать, что это было вашим решением и все. Это ваше решение и никаких проблем. Понимаете? Вы можете, опять же, сколько угодно обвинять его. Да? Но, тем не менее, если это его решение, то это, соответственно, его решение с вами расстался, а ваше решение было с ним спать. Вот. И здесь, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, не совсем понятно, да, что вы сами для себя хотели, в этой ситуации. То есть, по-моему, по-моему, очень давно все к этому, к этому шло, да, к тому и что он с вами расстанется, когда он перестал вас словать и так далее. Вот. Значит, я, конечно, не поняла и просила не уходить, сраживаться не так, разговаривать невозможно. Когда вы, как думаете, он когда-нибудь поймет, что был неправ? Может быть. А что с этого вам? Он, что поступил подло, жестоко, воспользовался с моими чувствами и к нему. Ну, опять же, это вы так считаете. Понимаете? Это ваше мнение. Это ваше мнение, потому что он не оправдал ваших ожиданий. А вполне возможно, что вы сами, точнее, это даже не вполне возможно, а это так и есть, что вы сами отказывали замечать эти признаки. Потому что вы уже не могли бы вернуть назад. Вот. Дальше, значит, я бы хотел, чтобы ему за это было стыдно, так как я такого отношения ничем не заслужил. Ага. Понимаете? То, что вы не заслужили такого отношения, совершенно не обязывает мужчину стыдиться. Ну, стыдиться своего поведения. Потому что связи между тем, что вы заслуживаете и тем, что он делает, нет никакого. Никто ничего не заслуживает. Понимаете? Это вот вера в определенную справедливость, высшую справедливость вера. Она ничего хорошего не несет. Понимаете? Вот. Вам этот момент нужно постараться увидеть и понять. Я доверил человеку, хотя хотел себя хранить для единственного, а он вот так поступил. Я полагаю, что дело не в том, что он так поступил. Я полагаю, что дело все в том, что вы хотели хранить себя для единственного. Вот эта установка заветомо опрещена на провал в современном мире. Знаете? Это шанс того, что мужчина станет для вас единственным, при условии, что он знает, что вы до этого ни с кем не спали. Было очень мало. Ну и надо сказать, что для того, если вы хранили себя для единственного, то как-то очень мало времени прошло. Всего два месяца прошло, и прежде чем вы с ним переспали. Да? Ну вот. Значит, через пару месяцев. Пару месяцев прошло, вы ему доверили. Как-то очень быстро. То есть, либо для вас эта цель была мнимая, и начальная цель была не такой значимой. Либо было что-то еще. Вот. Либо было что-то еще. Ну, опять же, я не знаю, что именно. Я не знаю, что именно. Но однозначно могу сказать, что с точки зрения психологии, да, корень проблемы не в том, как поступил молодой человек, а в том, как вы себя повели. И в том, что вы сейчас испытываете чувство вины за то, что лечили девственность. И то, что вы считаете, что это важно. И то, что вы придаете этому много значения. Вот это принципиальный момент. От того, что вы сделали, никто не застрахован и в современном мире это реально. А вот насколько вы хорошо знаете современный мир, насколько вы умеете в нем адаптироваться, это уже большой вопрос. Потому что, грубо говоря, грубо говоря, то, что мужчине может стать сыном или тот, что он раскается, не даст вам ничего нового. Вам это нового ничего не принесет. Абсолютно. Это не вернет вам девственность. Это не... ничего абсолютно не даст. Поэтому вы либо перестаете к этому стремиться, вы либо перестаете считать его значимым, и благодарите мужчину за опыт впредь более ценностно, более мудро, более здорово общаясь с мужчинами. Либо вы продолжаете страдать, желать им чего-то плохого в надежде на то, что это подарит вам что-то стоящее. Вот. Хотя в действительности это, к сожалению, невозможно никак. Ну и, собственно, про Кавказ. То есть, если у вас такие установки, если у вас такие культурные ценности, например, как на Кавказе, ну, то, соответственно, нужно понимать, что ориентироваться нужно на то, где вы живете, а не на то, откуда вы родом, например. То есть, ещё раз. С точки зрения психологии можно сказать так, что мужчина, да, он не поступил жестоко. Он поступил так, как хотел. И ещё неизвестно, понимаете, ещё неизвестно, действительно ли под влиянием друзей он так поступил. А что если он поступил так, так сам? Что тогда? Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому, чем быстрее вы восприметите это как хороший опыт. Кроме того, вы смогли получить наслаждение, удовольствие. Вот. Опыт взаимодействия с мужчиной и так далее. Чем быстрее вы будете относиться к этому так, тем будет лучше для вас. Поскольку вы сами сказали, что вы не на Кавказе, значит, соответственно, и законы кавказские здесь не действуют. А это значит, что жить нужно по современным, ну, по современным территориальным нормам того, той страны, где вы пребываете. Вот. Поэтому, вот так, я полагаю, что так. Всё это для вашего блага. То есть, знаете, мужчина, он сделал, он забыл, а вы остались и вы страдаете. Понимаете? Да, он поступил плохо, да, он поступил не по мышке. Но это произошло уже. И вам нужно думать о том, как вы будете счастливы дальше всё равно. Вам нужно извлечь правильный опыт из того, что произошло. А не винить себя, корить себя и корить его, обвинять его и так далее. Понимаете? То есть, в этом контексте вам нужно взять ответственность. Понимаете? Ответственность. То есть, мужчина, если с вами переспал по нормам той страны, где вы пребываете сейчас, не обязан с вами проводить его всю жизнь. Либо вы это примете, либо нет. И всё. Тут как бы больше вариантов нет. То есть, если вы выбираете для себя страдать, вы выберете страдать. Если вы выбираете для себя жизнь, вы будете жить. Дальше. Так или иначе. На ошибку право имеют все, в том числе и вы. И в том числе мужчина тоже. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok